Привет, ребята! С вами Дорн, канал Hammer of Fun, и сегодня у меня родилась идея, что нужно ответить на ролик Нарви. Дело в том, что такой формат придумала она, поэтому честь по первому ролику, конечно же, была полностью в её руках. Но я хочу забрать у неё эстафету и рассказать вам о топ-10 причинах стать Огром. Итак, поехали! 10 Мало кто знает, но... Точнее, я думаю, знают все, кто играет в H.O. Зигмор, что Огры — это страшная сила в ближнем бою. Мало какая фракция может с ними потягаться, если они в них влетают. Поскольку с чаджа эти ребята уносят почти что всё своим тараном с живой силой. И мало кто сможет устоять против подобного натиска. Это очень страшный и опасный враг, который не щадит никого. Эти ребята просто любят есть. Они хотят есть, либо они голодны. У них нет другого состояния. То есть, либо Огр ест, либо Огр голодный. И мне кажется, это жизненно для многих из нас. И так ли? Модельный ряд. Но только посмотрите на этого пузана с пушкой, который держит в зубах факел, которым поджигает эту пушку. При том, что пушка для него что-то вроде ружья. Это так круто. Просто, на мой взгляд, бесподобно. Эти ребята из обычной трубцы с топорами размером с обычных людей. А эти варлорды в шикарной железной броне. А их кавалерия на огромных зверях, которые никому не подчиняются. Это же просто круто. Монстра У фракции очень много монстры. Очень прикольный, очень интересный. Это и наездники на всяких саблезубах, таксогорах и так далее. Это и всякие здоровые штуки. Мамонты и не мамонты. И ледяные рёвы. И всякое тому подобное. Прикольная монстра. Не говоря уже о таких вещах, как пушка, стреляющая во врагов мусором. Это же просто шикарно. Оформление диорам. Ребят, ну очень круто, когда уменька. Красивая, текстурированная, новомодная, как нынешние луминеты из Соня Шика. Но при том, многие забывают о душе миниатюры. Об её оформлении. И у огров с этим всё в порядке. Вы только посмотрите на этих гноблеров, которые бегают везде с этими ограми. Которых те используют как закуску, как переносной патронтаж. Как живой щит, в конце концов. И, как по мне, ну это просто круто. Малое количество миниатюр. Видите ли, дело в том, что у огров довольно компактная армия. То есть, дело даже не о модельном ряде. У них, в принципе, армия на любой формат выглядит довольно ёмко. В отличие от армии вашего оппонента. И в среднем, где-то от одной до трёх миниатюр противника приходится на одну вашу. Возможно, даже больше. Но, это далеко не минус. Поскольку одна ваша миниатюра может взять верх от нескольких мюральских. С чём вы сможете убедиться, думаю, сами. Вечная стужа. Дело в том, что за ограми вообще гонится такая штука, которая всё замораживает и уничтожает издержание. Огры пытаются просто убегать от этой хрени и есть всё, что попадается им на пути. То есть, понимаете, они не сражаются, не идут в войну, ни на кого. Они просто убегают и съедают всё, что попадается по дороге. А буря затем заканчивает дело. Выглядит это как-то так. Да. Особенные персонажи оба. И здесь тоже всё в порядке. Вы посмотрите на шикарного короля оба. Или на их великолепного мясника. А может быть на их главного огнеплюя или огнеглота, если вам угодно. И мне кажется, ради этих ребят можно даже собрать себе небольшую армию на полочеку. Наследники Warhammer Fantasy Battle. Мало кто знает, но огры в их нынешнем виде почти что нисколько не изменились со времён Warhammer Fantasy Battle. И мне кажется, это просто круто, поскольку они перекочевали, как одни из немногих, в таком виде, как мы были изначально. А это круто и это большая редкость. Ни в ничего зима. Ну что ж, ребята. Первая причина, моя самая любимая, и я хочу остановиться на ней подольше. Это оружие обувь. Здесь просто подборка чего-то невероятного. Начиная от пушки дробевика, заканчивая до капкана, которым он дерётся. Заканчивая до какого-то хламомёта, который стреляет мусором, либо живым мусором в виде этих гноблеров, которые пытаются помогать этим обувь. Либо какие-то тараны на верёвках, либо какие-то капканы на верёвках. Это просто немыслимо. Арбалет, который стреляет копьями противников. Или, блин, я не знаю. Посмотрите на эту пехоту. Вам не кажутся этими числишко большими даже для обувь? Вооружение, броня и, в принципе, внешний вид оружия — это просто самое любимое, что есть у меня в этой франции. Это самые настоящие мужики натурала во вселенной Edge of Zipper. Ну, а с вами был снова я, Дорн. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь, ставьте лайки, заходите к нам в группу в ВК, вступайте на наш канал и ждите новых видео. Мы стараемся как можем, чтобы увеличить их рейтинг. Субтитры создавал DimaTorzok